Всем привет! Сегодня на моем канале мы поговорим про новое обновление FL Studio. Оно вышло, по-моему, 2-го еще августа, я все никак не доходил до того момента, когда бы можно было это все дело снять, и были какие-то дела там и так далее. Вот, и все-таки я решил это видео снять, там появилось большое количество полезных функций, интересных очень довольно, и сейчас я все это подробно расскажу, чтобы не затягивать это долго интро и так далее, и так далее. Короче, пошли в проект, и сейчас обо всем более подробно поговорим. Итак, давайте начнем с этих обновлений. Важные и приятные обновления, так скажем, в FL Studio, они, в принципе, в этом году нас достаточно уже много порадовали. Эта версия FL Studio называется 21.03267, как бы это сложно не звучало. Самое интересное, здесь, в принципе, будет их не так много, но они, в принципе, важны. Это первое по интерфейсу, потом добавили функцию уже внутри скейлов в пианроле, один плагин, и по плагинам, по другим еще также расскажу кое-что. Итак, давайте начнем с первого. Эта интерфейсная часть затронута была, а конкретно добавили, как в диджейских контроллерах, когда мы включаем в деке какой-то трек, там он отображается либо по частотному спектру, диапазону, то есть цветная гамма появляется. И сейчас я покажу, где эту функцию включить. Вы заходите в Options, выбираете вкладку General, и вот здесь вот вкладочка такая, точнее, кружочек Colorful waveforms. Ее включаете, и у вас все сэмплы начинают подсвечиваться по частотному диапазону. Там, где будет самое такое красное, это, значит, у нас басы, и по спектру, то есть по гамме спектрально это все уменьшается, и там, где будет синий цвет или белый, это будут у нас высокие частоты. То есть, если мы, например, откроем вот здесь какой-нибудь луп, перкуссионный, они вот нас отображают с такими более синими белыми оттенками. Также это работает и на сам плейлист, то есть, если мы сюда добавляем, здесь то же самое все прокрашивается. Не знаю, довольно такая сомнительная, наверное, вещь, но типа кому-то может быть полезно. Я включил ее просто так для такого некого изменения интерфейса. Итак, второе. Функции по Pianrola. Теперь давайте поговорим. Добавилась такая штука. Вот здесь в левом верхнем углу появилась такая нотка. Snap to Scale называется. Если мы ее просто нажмем, то у нас получается, если выбран, допустим, ля минор, то у нас будут нотки только к этому скейлу привязываться. Эта функция, в принципе, уже доступна во многих других программах. В FL Studio добавили только вот-вот-вот. И вот, смотрите, я начинаю передвигать, он просто перескакивает те ноты, которые находятся вне этого скейла. И это еще не все. На этом не заканчиваются приколюхи вот этого обновления. Также, если мы нажмем правой кнопкой мышки на эту нотку, здесь мы по классике видим наш выбор нашего скейла. Также можно выбрать любые там лады. Я выбрал натуральный лад. Вот, я его выбираю, все, у нас откликивается. Теперь у нас не включена эта функция. Можно нотки любые тыкать. И самое интересное, наверное, фича, которая появилась именно в пианроле, это теперь можно через горячую клавишу Alt-T добавить маркер. Можно его никак не называть, просто добавляем его. И правой кнопкой тыкаем по этому маркеру. У нас выскакивает вот такой диалоговое окно, и здесь видим кейс кейл. Сначала он будет не выставлен, ставим любую кнопку, ну, типа там, любую тональность, любую корневую ноту. Дальше, допустим, у меня сейчас вот играет все в фа миноре. Я это дело все выставляю. У меня теперь прописывается вот здесь фа минор, натурал, айулиан. Это тот лад, который мой английский, до свидания. Вот, и теперь мы можем сделать что? К примеру, мы поиграли здесь. Ну, сделали какие-то аккорды, какую-то мелодию наиграли. Я здесь вот уже паттерн подготовил. Первый паттерн у нас идет, получается, в тональности фа минор, точнее, первый такт. И второй такт у нас идет уже в соль шарп, соль диез. То есть я сделал второй маркер. Сейчас я еще раз продублирую. Нажимаем alt, появляется такой маркер. Правой кнопкой мыши и выбираем любую ноту, которую мы хотим еще в следующую тональность. К примеру, ля минор, да? Так, сейчас она не выставилась. Ля минор. И теперь мы видим что? Что у нас поменялась вот эта вся картинка. То есть в первом такте у нас скейл показывается, вот эти нотки показываются исключительно в тональности фа минор. Вторая вкладка, второй маркер у нас стоит, он уже в соль диезе. И естественно ноты уже поменялись в этой тональности. И мы можем как бы по сути переходить из одной тональности в другую. По идее это не такая сложная тема. Если вы знаете всю грамоту, эту теорию сольфеджио, тогда у вас в принципе не должно возникнуть этих сложностей. Но если вы не знаете, в принципе как и я не знаю особо, то это очень интересная штука. Теперь можно как бы из одной тональности переходить в другую тональность. То есть это поможет сделать более интересную, сложную какую-то композицию. И вот я небольшой такой отрывок сделал. Получается я прописал вот такое арпеджио фа минори. Затем я сделал в другой тональности. Посмотрел нотки, которые бы у нас сходились вместе с фа минор и соль минор. Соль диез минор. И получил вот такую мелодию. То есть у нас будет как бы переход вообще в другую тональность сейчас, но она будет как бы звучать в унисон, так скажем. То есть не будет каких-то гармонических диссонансов. Это ли не прикольно? Это просто офигенная штука, потому что это открывает новые возможности для тех, кто пишет музыку, кто хочет ее написать более такую усложненную, точнее утонченную и так далее. Так, следующая штука, которую добавили, она также касаема пианрола. Я сейчас выберу какой-нибудь другой инструмент. Ну, например, поменяем на пианино, да? Встроенная FL-овская. Также заходим в пианрол и, например, какие-нибудь аккорды выставим. Я сейчас еще расскажу более подробно, что это за штука. Просто обычное трезвучие выстроили. Так вот, следующая функция — это скрипты. Что она добавляет? Она добавляет возможность интегрировать в FL-студио скрипты от путона, то есть написанные на путоне. Для меня это, конечно, будет таким сложным вариантом, потому что я не знаю, как на путоне писать коды, но на форуме FL-студио, в принципе, есть уже много готовых вот этих скриптов, которые люди там выкладывают, делают какие-то штуки. Я для себя скачал несколько понравившихся, опять же, мне, и полезных, я так считаю, для меня. Функция эта вызывается следующим образом. Мы заходим в пианрол. Вот здесь в левом верхнем углу есть у нас такой гаечный ключ — Tools. Нажимаем на него, и здесь сразу же выскакивает вот здесь в правом углу скрипт. Возможно, у вас где-то в другом месте будет немножко, может быть, где-то вот тут вот поищите, но вроде она как бы вот здесь выходит. Или же, чтобы, например, предыдущий скрипт воспользоваться им в другом пианроле, можно нажать горячий клавиш Ctrl-Alt-Y, и у вас применятся предыдущие настройки. Так вот, здесь я для себя две полезных нашел, именно скачал которые. Также здесь есть предсохраненные, я ими особо не пользовался, но они, в принципе, исходя из того, что здесь написано, все, в принципе, так понятно. То есть здесь есть Select by Velocity and More, можно, так понимаю, какие-то громкости именно по Velocity поиграть, нотный репит какой-то, джанглерах, гуманизация, хуманизация, точнее, Еклейдин какой-то, не знаю, что это. Но, короче, вот у нас есть такое трезвучие, я скачал вот такой скрипт Arpeggiator. На его нажимаем, вот здесь выходит такое диалоговое окно, где написано от разработчика небольшая инструкция, вот, и здесь можно выбирать какие-то штуки. Ну, давайте просто рандомно что-нибудь покрутим и применим. Ну, то есть здесь можно длительности 16, 1,8 выставить, давайте, пускай будет 16. Табулы какие-то, так. В принципе, эта функция арпеджио есть уже встроенная в FL Studio, но это тоже прикольная фичит. Вот, ну, в принципе, вот такую штуку она делает. Также здесь есть следующая функция, которую я скачал, это кордовая прогрессия. То есть мы вот такую штуку нажимаем, у нас здесь вот выскакивает вот такая вот длинная-длинная штуковина, интерфейс, настройки всякие, и также написана здесь небольшая инструкция. Там на форуме я прочитал, что иногда этот скрипт, он немножечко ошибается, вот. И поэтому нужно, как бы, здесь аккуратнее с этим делом всё делать, работать. Но, тем не менее, здесь также есть функция того же арпеджио, она тоже прикольно отрабатывает, в принципе. Вы здесь выставляете root note, то есть делаете, например, fa. Далее. Какая октава у вас будет стартовая в этой корневой ноте? Например, четвёртая. Так, сейчас я вот здесь уберу арпеджио. Вот, функция arp mode, его можно выключить. Вот, off нажимаем, у нас просто начинает простраиваться вот такая гармония. Дальше здесь можно выбрать, какая длительность будет ваших аккордов, как я уже сказал, октаву. Затем выбираем ступени различные. Здесь можно пятую, четвёртую, третью ступень выбрать, неважно. Можете первую выбрать, чтобы у вас строилась от тоники, от корневой ноты. И всё. И вот каждый аккорд вы можете отдельно поднастроить. То есть мы, например, здесь ставим третью какую-нибудь, четвёртую и четвёртый аккорд. Например, пускай будет шестая ступень. Здесь ещё есть куча всяких настроек, неважно. Нажимаем accept или accept. И у нас построилась такая гармония. Также она прописывается вот здесь вот по маркерам. Тоже удобно. В принципе, думаю, сейчас здесь получились не очень хорошие аккорды. Их можно транспонировать, в принципе, как-то обратить другие. И давайте послушаем, что получилось. Ну да, то есть я там, в принципе, не выбрал, какая это будет ступень. Давайте их вот сюда вот на октаву вниз поместим. И, например, как-нибудь обращение сделаем небольшое. Давайте вот это вот закинем сюда, чтобы они более такие перетекающие как бы были. И вот эти давайте центральные тоже закинем, например, сюда, чтобы были такие более раскрытые интервалы. В принципе, думаю, неплохо оно и все это дело озвучит. Прикольно. То есть здесь есть уже над чем поковыряться, какие-то настроечки поделать и все. И в целом вы можете, например, один скрипт применили. Уже, по сути, у вас вот здесь сохраненные есть с маркерами, да, ваша прогрессия аккордов. То есть вот они здесь все подписаны по корневым нотам. То есть не нужно теперь будет думать, блин, обращение сделал, а какая была корневая нота, дофиг его знает. Ну, у меня бывает такое, я могу, допустим, какие-то там большие обращения сделать, как-то так вот сильно растянуть и забывая, какая корневая нота была. И либо же приходится их перекрашивать просто, чтобы не запутаться. Но теперь вот прикольный, так тоже будет. И ступень написана, написано, что это трезвучие, написано, какая корневая нота. В других версиях также вот пишется, что это триад, пятая инверсионная какая-то. Ну, короче, тут очень много всяких настроек. Если вам будет интересно, вы можете, в принципе, более подробно разобраться с этими всеми делами. И, к примеру, у нас есть такая вот прогрессия аккордов. Мы также опять заходим в Tools, ставим здесь арпеджиатор. И уже исходя из этих аккордов делается у нас, по сути, арпеджио. Ничего не меняю, просто пускай будет шестнадцатыми и так далее. Да, немножко кривовато, но, возможно, здесь нужно поработать с какими-то настройками. Сейчас попробуем что-нибудь более такое интересное сделать. Ага, вот. Вот количество нот. Вот здесь Note Prop. Его на единицу ставить, и, в принципе, у вас каждая шестнадцатая нота будет повторяться. И, к примеру, если мы захотим... Поменять какой-нибудь другой инструмент, просто меняем его. Я возьму свой любимый серум, какой-нибудь... Ммм... Возможно, Pluck. В целом, всё. Вот такая получается штуковина. Это добавляет рабочего пространства, какого-то... Ну, допустим, если какая-то идея не идёт, вы можете, в принципе, вот такими штуками воспользоваться. Думаю, прикольная вещь, полезная. И я её, как минимум, сейчас начал применять всё больше и больше. И следующая штука, которую добавили, это бесплатный плагин Horus. Hyperhorus он называется. Вот так он выглядит. Здесь я также его пощёлкал. В принципе, уже прикольный даёт эффекты. Можно самому что-то покрутить. Я особо не пользовался ещё. Но давайте послушаем некоторые пресеты, которые здесь уже есть. Он достаточно прозрачный, прикольно работает. Я думаю, интересная штука. Можно прямо в треках использовать. Также здесь есть и анализаторы. То есть, я так предполагаю, если, к примеру, у вас нет каких-то анализаторов, коррелометров и всего остального, в принципе, можно вот этим пользоваться. Если микс, не знаю, на минимум выкрутить. В принципе, он показывает, да, нашу ширину нашего, ну, как бы, арпеджио в данном случае. Если, к примеру, я сейчас добавлю сюда стереоанхансер, сделаю этот звук в моно и проверим, будет ли он показывать. Да, он показывает теперь в моно. В принципе, как ещё можно анализатор, получается, использовать. Так, ну и с последнего, что ещё я бы о чём хотел поговорить. То есть, это добавили в Edison declipper какой-то. Я особо, если честно, не вникал, не разбирался, что он там делает. И знаю, что, ну, прочитал самообновление, в чём суть. То есть, на основе искусственного интеллекта они сделали функцию declipping tool. Это что-то похожее на айзотопы из озоне. Используется похожая методика, технология, чтобы убирать какие-то клипы, шумы и так далее. Вот. Особо тоже она мне, как бы, ну, не нужна, так скажем. И в лагин SliceX добавили, типа, можно теперь же его изменять размеры, там. Ну, такое, типа, тоже. Непонятно для чего, для кого, тем не менее. Ну, в общем, как-то вот такой вот видосик получился. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Напоминаю про то, что у меня в предыдущем интервью, которое я снимал, видео было конкурс. Если вы хотите всё-таки принять участие, потому что на том видео я активности по поводу конкурса не слышал, если вы хотите принять участие, то можете, в принципе, написать. Хочу участвовать в конкурсе, в комментариях. И я более подробно в своей группе Телеграме, если накопится большое количество людей, расскажу, какие будут условия. Всем пока.